здравствуйте уважаемые коллеги вы знаете художественная натура не дает покоя моей голове я очень люблю мультики всевозможные фильмы и у меня всегда происходят какие-то ассоциации либо с фильмами либо с мультфильмами потому что все нормальные люди наверное смотрят возможно в новогодние праздники какие-то эти я смотрю мультики и достаточно старую такую классику нашу из ссср но и все наверно помнят замечательный фильм это мими но легендарный и там есть такая фраза фраза валик джан я тебе такую одну вещь скажу ты только не обижайся и вы не уже заброс к чему вы я да смотрите нас всех с вами учат учат окрашиванию и когда мы начинаем изучать окрашивание мы всегда изучаем на белых листах бумаги рисуем всевозможные противоцветы у нас с вами мы краб в роли красок у нас выступает вуаж то есть мы как будто бы ну скажем так понимаем куда будет идти цвет как он будет двигаться и вот с этим должно у нас ложится ассоциация на то есть движение цвета и как это все правильно делать ну давайте вот все таки посмотрим более может быть так скурпулезненько что ли белый лист бумаги он нейтральный можно сказать он белый у художника холст нейтральный холсты и бумага как правило в процессе окрашивания если и участвует и участвует минимально ну либо можно сказать практически не участвует до эту сетап взаимодействие он будет мизерно до краска там какую-то часть то есть гуашь наносится на лист бумаги ну какое-то количество микро микро может проникнуть внутрь бумаги или многих внутри холста но это не будет давать или играть решающую роль что у нас получается белый лист бумаги аналогия с аналогия с холстом художника они нейтральные они не участвуют в реакции теперь краски краски мы подразумеваем что это у нас гуашь гуашь она у нас активно или нет на неактивно совершенно на можно сказать не участвует в процессе если вы хотите подойти с точки зрения того чтобы насытить пигментом вы добавите гуаши больше это есть такая хорошая акварельная колористика которую мы с вами изучаем то есть в исходнике наше полотно до в нашем случае это листы бумаги в другом случае это у художника холст но в любом случае это субстанции которые не нейтральный по цвету по цвету естественно по взаимодействию по отношению к нашим гуашем до гуашь каждого в этом смыла на ваш выступает как краска прототип красителя краски движения цвета мы должны увидеть как это все происходит вот это вот акварельное взаимодействие листа бумаги где у нас работает противоцветы все вот правила классического классического подхода теперь давайте посмотрим на наше полотно когда мы с вами заканчивают образование и приходим свои салонные парикмахерские и как же мы можем оценить наше полотно наше полотно что это с вами наше полотно это головы наших клиентов давайте скажем тогда мы тоже можем изредка иметь белые волосы но эти волосы не будут не нейтральны и не буду именно наоборот будут оказываться более сильной реакцией на взаимодействие с красителем то есть там не будет ни три нейтральности эти волосы будут наиболее чувствительны как раз наиболее впитывать в себя даже есть такое понятие оседания всевозможного пигмента это как раз связано вот с тем что полотно белых волос она всегда вступает в красителем взаимодействие и более усиленно чем даже все остальные теперь у нас волосы были там один раз больше подвергались обесвечиванию там то будет какая-то техника или будет это тотально это тоже сыграет роль во взаимодействии с красками у нас будут натуральные волосы они совершенно оказывается будут работать по-другому с красителем то есть все наши полотна какую бы цветовую гамму не имели в исходнике они не нейтральны это первое по цвету да потому что в принципе парикмахерском искусстве все наше парикмахерское искусство заключается в борьбе желтым оранжевым и можно еще сказать кирпично красным а второй момент они всегда оказывается взаимодействует с красками только возможно мы не всегда понимаем как как они взаимодействуют да потому что если бы мы уже научились понимать у нас бы не было провалов затемнений зачернений всего 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 остального то есть наше полотно всегда участвует в реакции в отличие от акварельной колористике которую мы изучаем на белом листе бумаги то есть наши полотна всегда активны в поисках они всегда в поиске теперь наши красители самое удивительное что наши красители тоже активны наши красители когда мы смешиваем оксидом в зависимости от типа реакции которые они производители нам созданы они оказываются тоже активны в зависимости от времени взаимодействия у них тоже образуются те или иные пигменты или не образуются то есть мы имеем две субстанции которые активны каждая по-своему но не обязательно вступает между собой взаимодействие и как раз результат взаимодействия это то что мы получаем с вами при окрашивании если мы дай бог у нас все получилось и сложилось мы наиболее правильно и корректно выбрали смесь тип реакции цветокоррекцию то мы как результат у нас награда красивый хочу почерпнуть блестящий волос цвет я всегда говорю не играть наверное даже роли блеск это как раз проявление правильности манипуляции так вот оказывается что наше полотно и наши краски они соответственно всегда будут взаимодействовать и получается то акварельная образ образование которые мы изучаем которые мы получаем она практически не имеет никакого отношения к реальность которой мы сталкиваемся в своей именно практической работе около кресла вспоминается очень хорошая салтыковская такое да еще сказание отучился подошел к своему к своей профессии теперь забудь всему чему тебя учили вот я могу провести конечно аналоги именно с этим мне кажется здесь даже не то что нам кто-то хотел нашей профессии хотел делать плохо или хорошо мне кажется когда зарождалась наша с вами индустрия наиболее близко и наиболее понятно было тогда именно акварельная колористика художников и мне кажется нам ее дали вот в этом неизменном виде но возможно ее все-таки нужно было доработать потому что конечно в классическом образовании есть свои плюсы однозначно но есть свои минусы как у любой всегда медали вот этой адаптации подки полотна как же взаимодействуют работают красители с тем или иным полотном как это все сделать так чтобы не получать антиэффекты которые оказывается имеем по сегодняшний день а в принципе если собрать наверное все книги по классическому образованию то я не знаю наверное ни одна библиотека будет уже но главного понятного как же создать как как же как же создавать цвета так чтобы не получать антиэффекты так пока мы еще не видим на этого ответа поэтому с моей точки зрения вот это образование оно должно быть видоизменено под типы реакции потому что наши красители они взаимодействуют с волосами зависимости от своей реакции потому что красители все хорошие они все блестят только самое главное и самое важное нужно вместе в нужное время его использовать вот так